Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Варочные котлы. Котлы, входящие в варочные агрегаты, служат для кипячения заторов и для варки сусла с хмелем. Обычно это цилиндрические аппараты с плоским, полукруглым или вогнутым внутрь дном, который можно обогревать. Форма дна различна в зависимости от способа обогрева и конструкции котла. Котлы изготавливают из стали или меди, иногда со стальным цилиндром и медным дном. Медь является лучшим проводником тепла и лучше формуется. Котлы покрывают сферическими крышками, снабженными вытяжной трубкой и дверцами. Крышки внутри быстро корродируют и поэтому их тоже часто изготавливают из меди. Вытяжная труба должна быть хорошо рассчитана, чтобы обеспечить правильную тягу и выпаривание. Ее диаметр должен соответствовать одной тридцатой или одной сороковой площади поверхности. Внизу вытяжная труба снабжена желобком для улавливания конденсата, которая отводится с помощью трубки для отходов. Он не должен стекать в затор или сусло. Тепло вторичных паров, уходящих через вытяжную трубу сусловарочных котлов, используют в испарительных конденсаторах. Однако надо иметь в виду, что из-за несовершенства конструкции конденсатора может снижаться тяга в вытяжной трубе. Заторный котел также как заторный чан снабжен пропеллерной мешалкой 25-35 оборотов в минуту, с помощью которой заторы перемешиваются при нагревании, иногда и при кипячении, чтобы не подгорали. У котлов обогреваемых паром мешалка приводится в действие электромотором снизу через коробку передач. В сусловарочном котле, в который поступает только прозрачное сусло, мешалка не нужна. Тем не менее, и в сусловарочных котлах часто ее монтируют, чтобы можно было перемешивать хмель, главным образом при перекачке сусла или для того, чтобы при движении сусла повышалось испарение. В двух посудных варочных агрегатах один котел служит для кипячения заторов и варки сусла. В спаренных варочных агрегатах объем заторных котлов из-за меньшего объема заторов меньше. А обычно котлы рассчитывают на 3-4 гектолитра на 100 кг засыпи. У сусловарочных котлов, которые должны вмещать весь объем сусла до кипячения, первое сусло и промывные воды, принимают объем от 7 до 9 гектолитров на 100 кг засыпи. Если вырабатывают более слабые сорта пива, то лучше рассчитывать объем котла на объем готового холодного сусла. Однако при этом надо учитывать, что объем горячего сусла по сравнению с объемом холодного сусла почти на 4% больше и кроме того в процессе кипячения подлежит испарению от 12 до 15% от первоначального объема набранного сусла. Необходимо также предусмотреть свободное пространство над поверхностью сусла в котле. При интенсивном кипячении его примерно 20% от объема котла. В результате практически полный объем сусла варочного котла должен на 40-50% превосходить объем готового холодного сусла. Чтобы сусло хорошо прокипятилось, оно не должно быть в котле в слишком высоком слое. В старых варочных котлах его слой не превышал обычно полутора метров и поэтому всегда хорошо коагулировали горячие взвеси брух и было хорошее испарение. В настоящее время требуется, чтобы высота слоя сусла была не больше радиуса котла и соотношение высоты слоя сусла к диаметру котла было один к двум. Варочные котлы должны быть снабжены термометром и термографом. Объем затора и сусла определяется с помощью поплавкового уровня мера. Обычно внутри котла в верхней части цилиндра ближе к дверцам закреплено также направляющее устройство для измерительной штанги для контроля объема сусла независимо от поплавкового уровня мера. Размещение остальной арматуры и общее устройство котла приводится на схеме на экране. Важно чтобы в варочных котлах достигалось интенсивное кипение, которое обычно контролируется по пароотделению. Оно зависит от способа обогрева, размера обогреваемой поверхности и конструкции котла. Так например, некоторые котлы имеют пароотделение 5-8% в час. Высокопроизводительные котлы с дополнительными обогревательными элементами 12-15% в час. Кипячение сусла с хмелем должно быть вихревым, чтобы в сусле хорошо коагулировали горячие взвеси и сусло получалось с блеском. Это обеспечивается линзообразной формой дна или всего котла, местным подогревом и т.д. Два разных способа обогрева варочных котлов с жидким топливом и газом схематично представлены на экране. Более экономичным, а также технически более выгодным является нагрев паром. Подачу пара легко регулировать, сусло можно легко довести до кипения. Если прекратить подачу пара, кипение быстро прекращается. Конструкция паровых котлов более простая, обслуживание легче и тепло используется лучше. У котлов современной конструкции с возвратом конденсата в паровой котел пар используется на 90-95%. При расчете потерь, возникающих при производстве пара, использование тепла паровых котлов колеблется от 65 до 67%. Подвод тепловарочных котлов с паровым обогревом лучше, чем у котлов с нагревом огнем. Обогреваемая поверхность у медных аппаратов составляет от 5 до 8 сотых квадратных метров на гектолитр объема, у стальных от 7 до 11 сотых на 1 гектолитр. С тех, на логической точке зрения предпочтительнее обогрев прямым огнем. У старых четырехгранных котлов прямо над топкой возникал местный перегрев, вызывающий интенсивное движение охмелённого сусла, кипятящегося в котле. Испарение в этих котлах очень большое. Сусло имеет грубый брух и получается с блеском. У топок новейших конструкций подвод тепла распределён лучше для того, чтобы дно котла так быстро не прогорало. Дно котла обогреваемого паром обычно сферическое или вогнуто внутрь. Оно сдвоенное и состоит из собственно дна и наружного кожуха. Обе части прочно соединены заклёпками и снабжены чугунным центром, через который проходит вал мешалки. А сферическое дно имеет также выпускное отверстие. В паровой рубашке подводится пар избыточным давлением от 1,5 до 2 атмосфер, чему соответствует температура от 127 до 138 градусов Цельсия. При впуске пара в паровую рубашку воздух выводится через соответствующий продувочный вентиль. Конденсатор входит в специальный улавливатель. Паровая рубашка должна быть снабжена предохранительным клапаном для случая, если давление поднимается выше допустимого максимума. Для повышения эффективности паровую рубашку и дно котла иногда изготавливают в виде линза. В этих случаях паровая рубашка делится на две части. В нижнюю часть подводится пар низким избыточным давлением 1,5-2 атмосферы, а в вогнутую часть линзу пар давлением 4-5 атмосфер и температурой 164 градуса Цельсия. Разница в температуре дна и линзы вместе с вогнутостью дна приводит к тому, что кипящее сусло перекатывается. Тем самым облегчается подвод тепла и предотвращается перекипание сусла. Варочные котлы, главным образом их дно, должны быть хорошо изолированы, чтобы предотвратить потерю тепла. В варочных котлах большой емкости 500 гектолитров и более, слой сусла бывает таким высоким, что при подогреве только снизу оно не могло бы достаточно прокипеть. Поэтому в центре котла монтируют различные дополнительные устройства – цилиндры, спирали, в которые подводится пар более высокого давления. Особенно часто такие устройства, перколяторы, используются в Америке, где, как правило, котлы имеют емкость 700 гектолитров. Также возможно отопление котлов перегретой водой. Ко дну котла приваривают трубки, по которым циркулирует перегретая вода. При избыточном давлении 4-7 атмосферы. Вода имеет температуру 130-160 градусов Цельсия и закачивается прямо из парового котла в систему, обогревающее дно варочного котла. Умеренно охлажденная вода потом снова возвращается в паровой котел. При хорошей изоляции дна и всей системы коэффициент использования тепла довольно высокий. И регулировка температуры не представляет трудностей. Расходы несколько возрастают из-за перекачки перегретой воды из котла в систему и обратно. Разные варианты отопления и формы котлов представлены на экране. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.